Слушаю, Александр. Больше не вопрос, а просьба. Помните, мы разговаривали там после инсульта, у него жена там тоже на операцию, как-то мы молились, чтобы благословили. Вот сейчас дух противления такой вокруг него, он сам-то не ходит, он рад меня видеть, хочет разговаривать чаще. А они, и жена, и сын его там тоже самое. Да я бы не хотел, чтобы вы даже с ним общались, зачем это надо, это все пустое. Ну, знаете, такое умствование. Я просто молитву хочу, чтобы вы помолились, чтобы Господь устроил. Мне жалко, он действительно реально так, как говорит, я тебя увидел как родного брата, и у меня такое чувство к нему. А вот нету доступа, саданат заграждает. Вот так. Все вот такое у меня было. Таких много, ну так вы с ними беседуете, ведите работу. Ну, я с ним разговариваю, там броня такая, он и форму... Ну, а эта броня, так они сами составили ее, как за них молиться-то? Надо, чтобы было согласие. Вот если надо, пускай я не выйду с вами, мы молимся, я сразу с человеком начинаю молиться. А так, кого молиться-то? Время только тратить, воздух сотрясать. Я за этого, за отца ихнего, от которого мы инсультируем, он вообще там, мы когда прочитали молитву, раз заплакал, там такое действительно живое слово услышал. Он говорит, такое, говорит, радость. Просто к нему меня не допускают. Вот я о чем говорю. Ну, ничего не могу сделать. Насильно мил не будешь. Нет, я не знаю как. Только чтобы вместе молиться. Всего спаси, Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот опоминает, придумал там вот это, шахматы пьезит, ему отдают там сколько из-за каждого человека, там поедет далеко, помянет, все это обман. Стоит воздохнуть вместе с человеком и меняется вся атмосфера. Так вот, скажите, если они желают с вами, пусть приходят, и мы здесь помолимся вместе. Все, больше никого нет, все. С Богом.